Всем привет! Меня зовут Светлана и в этом видео я расскажу вам о том, как набрать 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров за максимально короткое время. Я расскажу вам о своих друзьях, которые мне были опорой и поддержкой именно в этот трудный момент. Давайте приступим. Ты создал свой канал, оформил красиво шапку, сделал классную фотографию, все загрузил, сделал, нашел классный контент, который будешь снимать, придумал название, не очень сложное, а лучше даже покороче, потому что так тебя будет проще найти и запомнить. Добавил описание к каналу, которое очень важно именно по описанию ключевым словам, тебя будут искать через поисковик Ютуба. Продумывай каждое свое слово, пиши грамотный текст и вставляй его в описание. Ключевые слова к каналу должны четко, кратко отображать суть твоего канала. Если ты занимаешься обзорами косметики, значит так и пишешь. Обзоры таких-то, таких-то брендов, косметики, фирм и так далее. Если ты снимаешь кулинарный канал, значит ты пишешь. Рецепты, ПП-рецепты, готовка и так далее. Ключевые слова крайне важны. Очень многие даже на поздних этапах забывают прописать ключевые слова. И сидят с 5000 подписчиков, так и не подключив монетизацию. У вас должны быть просмотры, и это очень важно. Гораздо проще набрать 1000 подписчиков. Это можно сделать за месяц, за два, за три. Взаимная подписка, взаимная дружба и так далее. Гораздо тяжелее набрать именно 4000 часов просмотров. И у меня в друзьях очень много таких, которые давным-давно перешли за 1000, но у них нет часов просмотров. Как же их набрать? Драмотно добавляйтесь в друзья, в подписки, к людям. Вы должны понимать, смотрят вас они или нет. Как это понять? Есть YouTube аналитика. Вот к вам пришел человек на канал. Он вам пишет. Привет, давай дружить. Привет, давай. Я посмотрел тебя ПП, полный просмотр и так далее. Заходите в YouTube аналитику, она стоит на месте. Человек просто написал. Он не сделал того, что обещал. Можете смело от него отписываться и искать себе нормальных друзей. Я думаю, каждый знает, где в YouTube аналитике это искать, да? Заходите в творческую студию, нажимаете «Аналитика». Там есть данные в реальном времени, в реальном, которые обновляются каждые 60 секунд, страница. Вы можете видеть, с какого устройства вас смотрят, мужчины это или женщины, с какого города. И есть ли в данный момент просмотр и сколько их. Еще одна проблема, с которой сталкивается начинающий блогер. У тебя прекрасный контент. Ты взаимодействуешь с подписчиками. Ты пишешь комментарии на них, отвечаешь. Тебе пишут много комментариев. У тебя много друзей и так далее. Но, тем не менее, с мертвой точки ничего не двигается. В чем проблема? Проблема в том, что многие, мои дорогие из вас, неправильно ставят теги. Теги – это не то, что вы поставили решетку перед ключевым словом в названии вашего видео, или вы в информации под видео этих тегов напихали. Это все не то. Теги канала в настройках канала должны быть прописаны четко. Их должно быть много. Но все должно быть про ваш канал, про ваше видео, про ваш контент. И теги каждого видео. Когда вы загружаете, заливаете видео на YouTube, вы прописываете название, вы прописываете описание видеоинформации и следующий пункт – теги. Там через запятую мы указываем ключевые слова каждого видео. Если вы снимаете, допустим, как я, обзор Фаберлик, значит, вы пишете Фаберлик, заказ Фаберлик, любимчики Фаберлик, как сделать заказ Фаберлик, каталог Фаберлик, обзор бюджетных покупок, и так далее. Тегов должно быть достаточно. Мне кажется, но это лично мое мнение, когда их штук 20, это прямо вот самое оно. Но они должны четко и, по сути, отображать суть вашего видео. Много людей знаю, которые про эти теги забывают или напишут там что-то неправильно, или делают это не через запятую, и получается каша мала. Вас не найдут на Ютубе. Чтобы вас нашли на Ютубе, вы должны попасть, как минимум, в рекомендованные видео. По каким критериям вы попадете в рекомендованные видео? Если у вас схожий контент, но как понять, схож он или нет? По тегам. Название видео и теги. Если вы схожи с кем-то по тегам, значит, вас рекомендуют, вы будете в рекомендованных видео, и вас найдут, и вас будут смотреть. Много у меня есть друзей и знакомых, у которых по 40 просмотров видео, а есть и по 10, есть по 20 и так далее. Меньше 100, в общем. Хотя видео очень такие зрелые, добротные, информативные, и много кому бы были интересны. Но их просто не видят, потому что неграмотно загружается видео, неграмотно прописаны теги, или они не прописаны вообще. Не прописаны теги канала. И вас не найдут, вас просто не найдут, вас не увидят на просторах Ютуба. Миллиарды, просто людей, миллиарды уже, наверное, снимают годный контент, и ваше видео затеряется, так и не попав в рекомендации к просмотру. Ну, а теперь о самом интересном. Это друзья. Друзей и взаимные подписки, это все, конечно, хорошо, но вот у меня, допустим, на данный момент есть несколько всего человек, которых я могу порекомендовать к дружбе, которые смотрят мои видео полностью, поддерживают всегда комментариями и лайками. Но не это важно. Важен полный просмотр видео, чтобы вам пошли часы, чтобы вам пошло время этого просмотра и зачислилось при подключении монетизации. Когда вы ее уже подключите, как бы станет все тихо, хорошо, спокойно, вы вышли на какой-то новый уровень, у вас есть свои подписчики, есть те, кому нравится вас смотреть, и это будет уже здорово, и это будет уже другая песня. Но на тот момент, пока вы еще не достигли 4 часов просмотра, пересечь этот рубеж очень тяжело бывает, и нужно это сделать за год. Есть у меня знакомые, которые не успевали, вроде как тысячу набрали, а на часы внимания не обращают. А если в этот год вы не уложились, то вам придется начинать все заново. Вам нужно будет за следующий год опять набирать еще одну тысячу подписчиков и 4 тысячи часов просмотров. Очень обидно, когда так случается, и целый год как бы будет на смартфоне. Поэтому выбирайте себе грамотно друзей и следите в аналитике, действительно ли они вас смотрят, или это просто слова. Потому что комментарии и лайки – это все фигня. Нужны часы просмотра, чтобы подключить заветную монетизацию. И сейчас я вам расскажу о 4 каналах, которые поддерживали меня весь мой трудный путь. Смотрели каждое мое видео, каждое видео, которое смотрела и я. Это очень интересный канал. И, наверное, с Олега, Олег Смирнов. Это мой давний друг, который пришел даже не помню ко мне откуда, но мы с ним сразу подружились и поддерживаем друг друга и по сей день. Я здесь оставлю картиночку его канала, а внизу под видео обязательно оставлю ссылки на все рекомендованные мною каналы. Добавляйтесь к ним в друзья и честно дружите, и будет вам счастье. У Олега очень веселый, интересный контент. Он готовит на природе. Он охотится за грибами, за НЛО и не только. Он спасает животных. Вообще молодец, Олег, тебе, конечно, за это. Если я тебе даже об этом не пишу, ты всегда знаешь, что я тебя поддерживаю и очень люблю. Ты молодец. Он, кстати, живет от меня не очень далеко. В Иваново, в Московской области, это, по-моему. И помимо своей основной работы, он заделался блогером. У него это очень здорово получается. Его любят смотреть. У него очень юморные видео, поэтому я вам рекомендую. Это товарищ, который будет с вами дружить честно, а не просто болтология. Второй канал – это моя любимая Машенька. Maru63 называется ее канал. Здесь тоже вставлю картиночку и в описании ссылочку на нее оставлю. У Машеньки очень схожий контент с моим. Она тоже снимает обзоры на косметику, всякие бьюти-лайфхаки, Фаберлик, Эйвен и так далее. Очень подробно все рассказывает. Просто замечательно. Я обожаю ее обзоры. Она меня поддерживала тоже в самый трудный момент моего пути. Сейчас я поддерживаю ее и буду поддерживать дальше. Интересный информативный канал с очень четкими, грамотными обзорами. Советую вам тоже пройти по ссылочке и добавиться к ней друзья. Третий канал, который я очень хочу порекомендовать вам – это Ирина Бибибрайн. Здесь будет картиночка. Очень тоже интересный информативный канал. Иришка снимает тоже обзоры на косметику, всякие покупочки интересные. Здорово у нее это получается. Я тоже с превеликим удовольствием смотрю. Прям не могу оторваться. Это хороший тоже друг по YouTube. И с удовольствием смотрю каждое ее новое видео и буду ее тоже поддерживать на протяжении всего моего пути в YouTube. Четвертый канал – это Светик. Светик, тебе огромный привет. Светлана Иволга называется ее канал. Потрясающий тоже канал. Очень подробный обзор покупок, декоративной косметики, парфюмерии. Много всего интересного. Советы очень дельные дает Светлана. И я прям, когда захожу к ней на канал, каждое видео я для себя что-то открываю. А мне очень нравится всегда открывать что-то новое. Поэтому, Светик, тебе спасибо большое за контент. Ну и, естественно, за поддержку. Рекомендую тоже Светлану к дружбе. Это честный канал, интересный канал. Поэтому подписывайтесь, не пожалеете. Я рассказала в рамках пиара вам о четырех каналах, которые я очень люблю и которые честно дружат и поддерживают меня. А дальше дело за вами. Снимайте годный контент, правильно прописывайте теги. Делайте ваши видео интересными. Знаете, порой вот заходишь, вроде все бы ничего. Видео такое классное, суперское. Заказик там какой-нибудь или косметика, или лайфхаки. И человек зацикливается на прочтении какой-нибудь информации о товаре. Вот, допустим, вот так вот сидит и читает вам долго состав, способ применения и так далее. Вот мой совет вам, не надо так делать. Это может прочитать любой на сайте, если его заинтересует этот товар. Этим самым съедается время, видео затягивается и становится скучным. Высказывайте свое мнение, не нужно ни под кого копироваться. Вот именно ваше мнение ценно будет тем, что оно реально. Если вы снимаете какие-то обзоры, высказывайте свое мнение, не нужно копировать чужое мнение или рекламировать товар, зная о том, что он не айс, скажем так. Ваше видео будет наиболее ценным, если вы будете высказывать свое личное мнение о том или ином продукте, товаре или еще чем-то. Оно должно быть живым, искренним и полезным. И тогда вас будут смотреть. Я желаю всем огромных успехов, скорейшей монетизации, большого, просто огромного дохода. Я с вами прощаюсь до следующих видео. Если я была вам полезна, обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok